Наш сегодняшний гость в студии, врач-терапевт, заведующая Южной поликлиникой Видновской районной клинической больницы Елена Маслова. И поговорим мы про болезнь, с которой в последнее время все чаще сталкиваются врачи. Это кори. Итак, здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Вы знаете, не от вас первая я слышу, что действительно в последнее время корь получила огромное распространение. Расскажите, во-первых, что это за болезнь и чем она, собственно, опасна? Да, к сожалению, сейчас это так. Так, кори – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. К сожалению, сейчас уже зарегистрировано в случае, в частности, в Москве последний случай зарегистрирован. Заболевание протекает, в принципе, очень похоже на ОРВИ, это первые дни заболевания. Поэтому пациенты чаще всего, часто, не чаще всего, а часто не обращают внимания на первые симптомы. Но, к сожалению, есть, конечно, нюансы в этом заболевании, на которые нужно обратить внимание. И в первую очередь это течение болезни. Кори начинается с лихорадки, с высокой температуры. Может быть, лающий кашель, боль в горле. Отличительным симптомом может быть конъюнктивит, это когда покраснение глаз фиксируется. Часто еще пациенты жалуются на то, что возникает светобоязнь. То есть чаще и проще находиться в затемненном помещении. Это первые дни заболевания. Потом присоединяется сыпь. Сыпь характерна для кори, то есть, в принципе, ее очень сложно с чем-либо спутать. И она имеет этапность. Первые высыпания появляются на лице, по линии роста волос, за ушами. А потом сыпь спускается. Это руки, туловище и, в последнюю очередь, это ноги. Сыпь характерна такого яркого цвета, красного. Может сливаться. В принципе, не зудит. Чаще всего это сыпь, которая не характерна к зуду. Ну и, в принципе, вот такие вот симптомы. У детей это может быть еще белесоватое высыпание на слезистый щек. Поэтому часто педиатры при осмотре более точно могут поставить, что это действительно кори. В чем же опасна эта болезнь? Это заболевание практически в 100% вызывает заразность у других здоровых людей, непривитых, либо кто находится в окружении. Поэтому всегда говорят людям, если он заболел уже, то желательно, чтобы он был, естественно, в маске. Кори еще характерна тем, что даже если больной человек побыл в помещении и ушел, и следом зашел здоровый человек, то он тоже может заразиться, если он не привит. Тем она и опасна. Нет, я спрашивал, имея в виду опасность болезни, чем она опасна именно для человека? Повреждаются ли какие-то внутренние органы, или, может быть, остаются какие-то тяжелые последствия? Ну, заболевание в любом случае тяжелое, инфекционное, потому что оно поражает не только детей, но и взрослых, и может приводить к таким последствиям, как пневмония. И у детей зафиксированы летальные исходы, поэтому чаще всего малышей госпитализируют. Это однозначное показание госпитализации. И опасность тем, что сейчас очень много людей, которые не привиты. И родители не прививают своих детей, потому что раньше это все-таки была массовая вакцинация. Это было 97-98%, сейчас этот процент немножко снижен. Много иностранных граждан, которые к нам приезжают, у которых нет вакцинации. И это все приводит к тому, что, к сожалению, горе вот немножечко стало расти. Ну, можем ли мы говорить о таком страшном когда-то, вернее, и сейчас еще немножко остается условие, как пандемия? Или все-таки это рано, и нужно просто как бы держать себя в руках? Да, это пока рано, это нужно держать себя в руках, все-таки принимать меры к тому, чтобы не было распространения, все-таки чтобы она у нас не возникала. А в первую очередь это вакцинация. Безусловно, никаких других профилактических мер к этому нет. Только вакцинация. Двухкратная вакцинация в детском возрасте. Если взрослый человек не знает свой анамнез, прививался, он не прививался, то лучше, конечно, провакцинироваться, даже во взрослом возрасте. Вот очень многих интересует этот вопрос, когда касается вакцин. Есть ли какие-то от вакцины побочные эффекты? Или как себя человек будет ощущать, скажем, может быть, в первые минуты или в первые, там, несколько дней после вакцинации? Нет, практически никаких побочных действий нету, никаких осложнений после вакцины. Ну, так вот, чтобы зафиксировано было, нету. Вакцина переносится очень хорошо, вакцинация. Все детки, в принципе, в удовлетворительном состоянии после вакцинации, соответственно, идут домой. И взрослые также. Таких вот ситуаций, когда зафиксировано было какое-то побочное действие, нет. Как, ну, наверное, заключительный вопрос, который, опять же, важен. Как можно, каким образом записаться на вакцинацию? Это нужно специально записаться или можно прийти и без всяких очередей получить? Да, можно прийти в поликлинику по месту прикрепления, обозначить в регистраторе, что вы хотите именно провакцинироваться. Вас в этот же день незамедлительно запишут к терапевту, который осмотрит вас и напишет, что противопоказаний к вакцинации нет. И, пожалуйста, в прививочном кабинете будет сделана прививка. Ну, слушай, я думаю, что наши зрители узнали очень много нового и полезного и примут правильное решение. По крайней мере, проверят, вакцинировались они, их родители в детстве или нет, да, и сами они проходили вакцину или нет. Спасибо вам огромное. А я напомню, что мы беседовали с врачом-терапевтом, заведующей Южной поликлиникой Винновской районной клинической больницы Еленой Масловой. К другим новостям. Продолжение следует...